Give them a satisfaction, they couldn't get any other way. Первая серия у нас идет, это Striker Plus. Здесь можно что сразу докупить, это обязательно, наверное, защитная крышка. Многие покупают данную серию для теста первого эхолота, и они на 2-3 года попользоваться, а потом, если что, продать. Крышка, она защитит лицевую часть самого прибора, и при продаже это будет цениться все-таки, вы не так дешево его продадите. Поэтому крышка, она очень нужна. Потом следующее, если вам стандартная длина датчика недостаточно будет, то вы его всегда сможете удлинить. Потом по поводу крепления. Крепление датчика. В комплекте идет уже крепление, оно врезное, но не всех это устраивает. Многие покупают съемное крепление, струбцину. И здесь надо быть внимательным, если у вас лодка ND-ND, то вам крепление должно быть изогнуто внизу, для того, чтобы датчик не врезался в дно лодки, надувное дно. И здесь вот будьте внимательны при покупке крепления. Следующая серия у нас E-Home Plus. Это уже более функциональная модель. И здесь уже, что можно было бы, например, приобрести. Крышка, она в принципе везде есть, кроме одной модели. Это 42CV, она отдельно приобретается. В этой серии есть сеть NMEI 2000. И если вы хотели, например, вывести датчик топлива, или, например, вывести данные из мотора, то для этого нужно будет купить кабель NMEI 2000. Также к нему можно будет подключить датчик направления. Если вы, допустим, ну это знаете, как простой пример. Вы когда включаете навигатор, он иногда теряется влево-вправо, крутится. То же самое будет и на рыбалке. То есть вы встали вроде бы, поставили точку, вас снесло немного, и вы уже потеряли ориентир. Вы видите в самом гармине, но не понимаете, куда нужно забрасывать точно. Датчик направления, он вам поможет в этом. Также к этой серии можно будет подключить датчик скорости ветра, если это требуется. И, наверное, интересная также карту можно приобрести, карту там либо всей России, либо своего региона. Там будет карта местности с глубинами. То есть если стоит у вас задача, да, там не попасть на мель и так далее, то здесь вот сразу лучше, наверное, приобрести карту. По поводу еще, что их Амапу можно подключить. С 72 и 92, там можно подключить датчик Panoptix. Он дает сканирование, знаете, как в реальное время. То есть вы видите прям движение рыбы и видите свою приманку, как она двигается, как она реагирует. То есть это вот актуально будет людям, кто хотел бы более углубленно понять поведение рыбы, также протестировать свои приманки, как реагирует на это рыба, ну и, наверное, разнообразить свою рыбалку. То есть, ну, на самом деле это достаточно интересное зрелище, когда вы видите прям такая интересная штука. Я думаю, что если вы попробуете, вы прям только ему будете пользоваться. К этой серии, кстати, очень интересную штуку можно подключить. Ну, не всей серии, а вот именно моделям 72 и 92 можно подключить черный ящик так называемый. Это GV20 и GT34 датчик сам, преобразователь и сам датчик. Пример сейчас видите, это с левой стороны обычный традиционный датчик, правой стороны вы видите уже черный ящик. Почему так четко? Ответ простой. Здесь уже используется частота 1200, и за счет этого все намного чище показано, без вот этих лишних там помех. То есть, если вы хотели бы там апгрейтить, да, свой прибор, то вот с черным ящиком, черный ящик вам поможет. Забыл совсем сказать, сейчас же едет и Хамак Ультра, новая как бы подсерия, можно так сказать. Там уже преобразователь Panoptics присутствует, то есть, туда можно будет только купить просто сам датчик LVS12, и в принципе у вас все и будет, то есть, вы будете в реальном времени все это наблюдать. Ну, про эту серию мы отдельно сделаем ролик, как только поступит нам на склад, очень надеюсь, это либо мая, либо июнь будет. Ну, ролик обязательно будет, поэтому подписывайтесь, если вам интересна данная серия. И, кстати, сейчас новинка тоже, ну, не знаю, давно ли не давно вышла. Есть такой комплект, как зимний Panoptics, то есть, там идет два датчика, обычный зимний датчик и плюс Panoptics. Ну, сами представьте, сидите возле лунки и видите все это в реальное времени, как реагирует, стоит, не стоит рыба. И это намного интереснее, чем была бы это какая-то там подводная камера. Далее серия GPS Map, здесь уже вот 700 и 8000 серии, да, там идет. Они более, ну, можно сказать, не эхолот, все-таки многофункциональные дисплеи. И там уже можно подключить очень много чего, то есть, там, радар, АИС, рацию, видеонаблюдение, автопилот. То есть, это уже таким более серьезным суда можно все это подключить без проблем. То еще можно туда датчик ветра, Panoptics можно подключить. То есть, в принципе, там все аксессуары, которые присутствуют, то есть, туда можно все это подключить. Кстати, к этой серии уже можно будет подключить врезной датчик. То есть, если вам нельзя установить обычный трансовый датчик, то в этой серии можно уже докупить просто датчик врезной и, соответственно, установить его правильно, корректно, свою там, допустим, яхту. Ну и также можно датчик направления подключить девятиосевой, тоже будет это актуально к автопилоту обязательно. Что еще самое такое, наверное, ко всем сериям относится, это защитная пленка для дисплея, потому что руки грязные, вода попадает на экран, и там песок вот этот есть, вот эти мелкие царапки совсем неприятны. Ну и, кстати, мы сделаем еще ролик, чуть позже будет, где мы наклеим матовую пленку и посмотрим, на блике будет как-то отражать это, да, защищать от бликов или нет. Обязательно сделаем ролик, но чуть позже. По поводу еще, что можно было приобрести, это полку для эхолотов. То есть, сверху мы ставим дисплей, а внизу мы уже ставим аккумулятор. Все это как-то в порядке, и где-то там под ногами валяется этот эхолот. Если вам понравился ролик, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если вы как-то более лучше апгрейдили, что-то, какой-то ноу-хау сделали, обязательно пишите в комментариях, новичкам это будет интересно, да и нам будет интересно. Может быть, вы какой-то козырек придумали для дисплея, чтобы солнце не мешало. Посмотрим, может быть, и даже пленки будет достаточно от бликов. Все, до следующего выпуска. Пока-пока. Кстати, задавайте вопросы в комментариях и звоните нам. Пока-пока.